Привет! Приветище! Это Планеткрафтер, и мы продолжаем заселять планету, неизведанную планету, которая была раньше безжизненной, но теперь она наполнилась кислородом, водой и всем необходимым, чтобы наполнить ее земноводными. А именно лягушками, и сегодня мы этим займемся. Но сперва нам нужно, нам нужно закупиться икрой рыбы Великая, которая стоит 4000 тератокенов. Заказываем ее. Почему именно ее? Почему я трачу деньги на какие-то яйца, на икру? Дело в том, что смотри, у нее мультипликатор животных 500%, это очень сейчас нам необходимо, так как впереди нас ждут яйца лягушки. Блин, я походу поторопился. Для яиц лягушек нужно 450 GTI, у меня уже почти 440, осталось всего-то 10 GTI набрать. Помимо этого, у нас еще появилась ферма бабочек. Я ее вот здесь вот поставлю, немножечко криво, но ничего страшного. Возле вода, ух, какая красивая-то, а! Тут у них у бабочек и цветочки, и водичка, они мажоры какие-то эти бабочки, покруче, чем пчелки живут, слушай. Что я тебе хочу сказать? Две бабочки я могу сюда закинуть. Надо бы это сделать, но сперва зайду на свою ферму, соберу пшеницу. Кстати, в комментариях писали, что где-то есть разбитый корабль, где лежат семена пшеницы и какао. Сделал себе, короче, на кухне из пшеницы муку, из какао шоколадку, и, наконец-то, мы добрались до печеньки куки. Куки-штуки. О-хо-хо, как она выглядит прикольно. Подожди, я ее выкину тоже на столик. Посмотреть на эту сладость. Ммм, блин, упала. Я упала. Все, с пола теперь нельзя есть. Шучу, конечно, я сказал. Значит, эта шоколадка, она волшебная. Она дает нам ускорение. Увеличивает скорость бега на небольшой период. И я хочу это сейчас попробовать. То есть, вот мы вот так вот ходим, вот так вот бегаем. Сейчас проверяем. Я ее съедаю. Вот мы ходим. О-о-о, нифига себе. Очень значительно ускоряется бег. А если я еще и на нитро? Ну-о-о, ничего себе, вот это скорость. У меня все щечки... Ой, что произошло? Блин, эта печенька, она вообще ядреная. Там менеджайзер какой-то заправлен у нее был. Ты посмотри, как я дома бегаю. У меня все в глазах расплывает. Зеблевать охот. Короче, печеньки это вещь. Надо их понаделать огромное количество. Значит, что я пришел сюда? Мне нужна редкая личинка. Я хочу сделать, вот, сирену. Берем мутаген Т2 и удобрение. И все это дело заправляем сюда. Все, сиреночка у нас делается. И давай посмотрим, что еще мы можем новенького построить. Например, ферма земноводых. Нужна обычная личинка и бутылка воды. Как делать? Нефиг, у меня тут как раз вода. Пойду за личинкой еще схожу. Вот, мы берем обыкновенную личинку и посмотрим, как эта ферма выглядит. Прямо где-то вот здесь вот построим ее. О, получен новый чертеж яйца, лягушки, улей. Значит, вот, ферма земноводных. Сейчас мы ее вот тут на поляночке посмотрим. То есть вот тут жабы будут? Я думал, она будет больше. Это вот такие вот маленькие мосипусичные жабы. Они даже будут меньше, чем личинки. О, редко личинка надо забрать. Хм. Хм. Хм-хм-хм. Ладно, пойдем посмотрим, как нам вывести икру. Так, это что у нас за бабочки? Это не сирена. Это не то, что я хотел. Но у меня есть еще мута... Подожди. Надо посмотреть, что там для лягушек. Мутаген Т4. Мы его можем уже делать? Мутаген Т4? Да! Для этого нам нужен мутаген Т3 и обычный мутаген, который у меня... Вот так, мутаген Т2. Значит, берем пробирочку. Пойду сейчас за азотом сбегаю. Где у меня тут азот добывается? Вот его тут в большом количестве, кстати. Что там еще надо для Т3? И сера. Берем серу. Можно две штучки. И делаем мутаген Т3. Две штучки. Дальше нам, в принципе, все. Мутаген Т4 у нас готов. Можно даже два сделать. Возьму еще одну пробирочку. Все! Мутаген Т4. Два штука у нас готова. Отлично! Смотрим, что еще нужно. Общие лягушачьи яйца. А где же их достать? Что-то я немножко, походу, поторопился, да? Ладно, хорошо. Попробую вывести еще одну бабочку сирены тогда. И пойду в... Вот это вот надо разобрать. К водопаду, короче. Мне нужно проверить свои сети. Водопад. Может быть, там икра лягушек появилась? Ну, по-другому. Как бы я не знаю, где их больше найти. Эти икорочки. Тут у меня снизу лежит... Не важно, что. Не обращаю внимания. Я просто так очищаю свой коллектор. Икра рыбы. Значит, я вот так вот очищаю коллектор и все это выкидываю вниз. Потому что мне это ничего не нужно. Я не знаю, потом, что я с этим буду делать. В итоге тут будет огромная куча вот этого барахла. И все будет лагать дичайше. Может быть, переработку отправлять? Питопланктоны. Икра тилу. Ой, я пить хочу. Я пить хочу. Я в воде. Ёлки-палки. Фух. Фух, успел. Успел в воде и от обезвоживания подыхал. Это страшно. Это очень страшно. Значит, это я все выкидываю опять. Нужно построить здесь перерабатывалку ресурсов. О, получу новый чертеж яиц рыбной провизии. Рыбной провизии? Странное невзимание. Или я что-то не так прочитал. Короче, бегал домой, потому что я слежу за экологией. И сейчас мы поставим здесь измельчитель. Вот прямо вот здесь его вот так вот шлепнем. Вот в эту сторону. Все, теперь я буду сюда все закидывать и измельчать. Сейчас я вот это заберу. То, что у меня тут валяется. А, это не валялось. Это тут залежи были. Значит, это все вот так вот. Негоже начинать здесь озеленение планеты с мусорки. Правильно же? Ой, что я делаю? Стоп, стоп, стоп. Мне это все надо вон туда. Это я забираю. Нажимаю вот эту кнопочку. Готово. Ай-яй-яй-яй. Вот это великолепно. Я не знаю, правда, куда это все девается. Но надеюсь, что не в атмосферу. А то что-то дождь пошел. Хожу-ка я домой в свою лабораторию. Посмотрю, что там с бабочкой. Что за икра у нас появилась новая. Бабочка, бабочка. Что там у нас? Блин, я исследовать не нажал. Елки-палки, деревенщина. Значит, вот эта икра у нас появилась. Рыбные провизии. Реально так и называется. Но мультипликатор животных дает всего 100%. То есть, это самая начальная рыбочка. Малечек, я бы даже сказал. Пойду на задний дворик выйду. Там соберу огород... Ой, елки-палки. У меня тут в огороде дерево выросло. Прикольно. Посольку соберу. А то жрать-то надо же что-то. Итак, 94%. 98%. И какая же бабочка? Сирена. Сирена у нас вывелась. Сирена. Крутяк. У нас будет два вида бабочек. Так, красные и сирена. Ну-ка. Вау! Великолепно! Я столько в жизни в одном месте бабочек не видел. А тем временем у нас же приземлилась ракета. Она должна была привезти вот эти вот икриночки. Дорогущие икриночки. Которые мы сейчас отправим на самый верхний этаж. Если у меня там место, конечно, есть. Я там уже, между прочим, сделал 4 аквариума. И нужно бы это все переместить на землю. А то подписчики меня не простят. Значит, вот. Великая. Рыба великая. Запускаем ее. Смотрим, как она выглядит. Да, в принципе, ничего необычного. Я думал, она будет больше размером. Больше, чем все другие рыбки. Ладно, значит. Аквариумы мы чуть позже перетащим. Сейчас не до них. Куча дел и так есть. О, прикинь. Хочешь прикол? Смотри. Я нажимаю на тап. Я зависаю в воздухе. Я никуда не падаю. Смотри, вон там картинка. Она не приближается. Отжимаю. Забавно. Очень это все интересно. Как будто на паузу весь мир ставится. Хотя водопад, водопад, он течет. Он не останавливается. Чтобы освободить инвентарь, я предлагаю ферму земноводных разместить. Вот здесь отличная поляночка. Возле водопада. К тому же лягушкам понравится. Ферма земноводных. Вот здесь. Вот. Ферма уже готова. Ну, правда, яичек, лягух у меня еще нету. У меня же, кстати, еще бурт Т-3 появился. Вот он. И теперь я смогу добывать то, что захочу. Ну, вроде бы как. Вроде бы. Сейчас проверим. Значит, инвентарь тут такой себе фуфловенький. Нажимаем и задаем то, что я хочу. На. Но не все. Не все. Обычные земляные ресурсы добывать. Но не крутые. Типа суперсплавы и все такое. Если хочешь суперсплав или что-то другое, то надо этот бур поставить в определенном месте. Давай так и сделаем. Я сейчас перенесусь в рудник с суперсплавом и там посмотрим, что я буду добывать. О! Я сейчас, короче, в телепорте увидел алюминий. И вспомнил, что про семена какао и пшеницы. Мне говорили, что они где-то здесь, в алюминиевом биоме. Ищу я тут что-то ищу. И прикинь. Нашел росток Орема. Что это такое? Это цветок? У меня цветы сами по себе стали расти на планете. Обалдеть. Вот это достижение. А вот и золотой сундук. Ёльки-пальки. Ну-ка, ну-ка. Ну, такое себе. Ну, суперсплав. Да, круто. Хорошо. Сейчас берем его. Ну, короче, я тут все обрыскал. Везде облетал все, посмотрел. Ничего не нашел. Ну, как бы как ничего. Золотой сундук и цветок. Увидел, что цветы растут. Это круто. И, значит, теперь нужно лететь рудник суперсплава. Вот что мне нужно было. Мне пока... Тут деревья растут. А как? Как в пещере могут расти деревья? Кто-нибудь мне это расскажет? Как это вообще произошло? Я чье-то упускаю. На этой планете все как-то по-другому никак на Земле. Значит, ставим здесь наш добытчик Т3. И смотрим. Можешь добывать суперсплав? О, а вот и суперсплав. Ну, все понятно, значит. Я его разбираю. Буду с собой таскать. Блин, хотя он столько места занимает в Интере. Вернулся в свою лабораторию. Мне нужно понять, как вывезти мне общие лягушачьи яйца. Как мне их сделать-то, елки? Ой, елки-палки. Заглянул я, короче, сюда. Значит, не зря я все-таки икру тогда заказал. Потому что животные, видишь, у меня от икры зависит. Вот этот показатель. В общем, что я здесь открою, когда у меня будет побольше значения? Ну, например, рыбный дисплей. Я туда заталкиваю икру. И я вижу, какая рыба вылупится со всего этого. Дальше. Рыбоводческое хозяйство генерирует животных. Классная штука. Семя лирмы. Это неинтересно. Обыкновенную личинку смогу производить. Дальше идут яйца-лягушки. Афаэ. Афаэ. Ну, да не важно. Просто идут яйца-лягушки. Дальше идут, смотри. Лягушка-дисплей. И потом общие лягушачьи яйца. На кой черт вы мне даете икру, яиц, лягушек, всяких разновидностей, если общие лягушачьи яйца открываются практически в самом позднем этапе. Ёлки-палки. Где логика? Азамат. Где логика? Мне нужна логика. Красавчик, помоги. Ёлки-палки. А. Нет, красавчик, не помогай. Надо было вначале прочитать. Смотри, что тут написано. Найдите это в дикой природе. Рядом с естественными прудами. Всё. Красавчик, всё, отстань. Не надо мне помогать. Я всё. Блин, а может быть, я когда сказал, красавчик, помоги, меня озарило? Всё-таки это сила красавчика Азамата Мусугалиева. Ладно, значит, пойду искать пруды, и там лягушачьи вот эти общие яйца. Мне, кстати, про них же в комментариях писали, но из головы вылетело. Это было довольно давно уже, наверное, позапрошлой серии. Или какой. Вот в этих вот прудах. Я ещё подлетал к ним и смотрел. В кратере, кстати. Вот же лягухи сидят. Ёлки-палки. Обалдеть. А можно свету побольше? Лягухи, можно я тут попью? Чё, где? Нет. Нет, только не к лягушкам. Нет, я прикрою их своим телом. Не смей сюда лететь. А она прямо на меня, походу, летит. Так, лягухи. Они таки сидят безобидные вообще. Ну, там вроде чё-то у них шевелится. Живые. Но они как будто прилипли. Прилипли к прудику. Ну, короче, она летит не на меня. И слава богу. Значит, икру забираем. Чё, в воду, что ли, упадёт? Интересно, обрызги будут? Это как скинуть большой камень в воду. Серьёзно? Я надеялся, что тут будет бах-барабадах. И вот это вот всё, короче. Вода выйдет из водного вот этого кратера. И затопит здесь всё. Потому что метеорит упал. Это фиаско, братан. Но у меня есть теперь общие яйца лягушек. Возвращаемся, значит, в мою лабораторию. И выводим. А, кстати, а может быть... Да, мы эти общие яйца можем затолкать в нашу ферму. Но они будут не так много давать процентов мультипликатора. Поэтому мы идём домой. И надо сейчас посмотреть, кстати. Надо сейчас посмотреть, кстати. Какая фаза у нас идёт следующая после животных? Чего? Следующий этап. Млекопитающие. Но разработчики ещё пока его не доработали. Ждём обновлений. А я начинаю синтезировать, если так можно сказать, вот эти вот лягушачьи яйца. У меня даже мутаген Т4 уже готов. Всё, запихиваем сюда и исследуем. И так, и так, и так. Что-то я ничего здесь не вижу. Слушай. У нас там уже икра... Вот она, лягуха! Вот она! У нас первая выведена лягуха нового вида. Не общего, а... Как она называется? Ули! Ули! Пойдём, я тебя размещу в твою новую фермочку. Ммм, крутяк! Земноводные! Так, а где ферма-то? Я потерял её. Куда я ферму сунул? В водопад, да. Вот возле водопада. Жалко, конечно, что они не прыгают, сидят просто на... А хотя двигаются. Они двигаются. У меня лягухи есть. Они ещё и кого-то там ловят. А кого вы ловите? У меня вроде мушек нет. У меня есть только пчёлки да бабочки. Надо было их разместить рядом с пчёлами или бабочками. Тогда было бы понятно, из-за чего они язык высовывают и кого ловят. Прикольно. Такие цветастые. Они ядовитые. Обычно цветные лягушки очень ярких цветов, они ядовитые. Наверное, эти тоже ядовитые. Ну, классно же. Чёрт, за эту серию ни разу не упал грузовой отсек. И я чувствую себя из-за этого ущемлённый, потому что в грузовом отсеке дофига бабла прилетает. Тут аэротокены там есть. А в этот раз как бы нифига. Может, с грустью тортика съесть. Чё там ещё я не ел, кстати? Уменьшает жажду на небольшой период. Вот. Надо приготовить варёную фасоль с мёдом. Пойду за мёдом с баклажанчиками и кабачком сбегаю. Где тут мой баклажанчик? Я... О, это грибы. Я не знаю, почему я здесь собираю. У меня как бы там на улице есть ферма. Это было бы настоящее фермерское. Вот, баклажанчики возьми тут. Фасоль возьми. Мёд. Мёд. У меня пасека... Вот она стоит. Ещё и мёд. А, места нет. Ёлки-палки. Ну, давай гриб съедим. Чё уж там. Всё. Поехали варить суп. Фасоль с мёдом. Ммм. Ммм. Просто слюнки потекли. Ммм. Ммм. Хе-хе. Суп, который не вытекает с тарелки. Да. Не свежо. Не свежо. Может, этот тухлячок получился у меня какой-то. Но, тем не менее. Уменьшает жажду. Давай попробуем это съесть. А. Шкала здоровья у меня фул. Поэтому съесть я это не могу. Вот это меня напрягает, конечно, дичайше. Ну, как есть, как говорится. Воспользуйся своими утилилизаторами. Всё сюда, значит, убираем. Кроме супа, конечно же. Главное не нажать вот эту кнопочку. А то произойдёт очень плохое. Утилизатор как сейф использую. Боже мой, до чего я дожил. Начнём же. Возведение моего аквариума. Большого. Громадного. Вот такого вот. Будет он в воздухе, правда, висеть. Ничего страшного. Значит, а, конечно же, окошечки нужны. Без них никак. Так, вот, проходик у нас будет здесь. Дверку. Опа. Ну, вот, в принципе, аквариум и перемещён. Осталось только рыбок спустить с... Вверху вниз. И всё. Отлично. И будут рыбки тоже наблюдать за водопадом. И мечтать туда когда-нибудь выбраться. Это как-то издевательски, конечно, звучит. Но как есть. Короче, оказалось, что сюда я аквариум поставить не могу. Потому что здесь вот эти вот перегородки. Ну, в общем, аквариумы слишком большие по высоте. Такие дела. Поэтому пришлось ещё один аквариум вот сюда поставить. Всё. Теперь я их заполняю рыбками. Вот таким вот образом. Быстренько закидываем туда и корочку. Вот. Я вспомнил, что в этой местности такой болотистой есть пруд. Прибежал сюда и действительно. Тут у нас уже лягушки обитают. И вот самый главный вопрос. Как лягушки самостоятельно вывелись на этой планете, а рыбы нет? О, вот ещё одна. Класс. Вау, 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 вау. А вот и... Так, это то, что я думаю или нет? Нет, это не то, что я думаю. Блин, я думал грузовой летит. Возвращаюсь в свою любимую лабораторию. Значит, мне нужен вот Т4 мутаген. И вывожу, вывожу новый вид лягушек. Есть вероятность, что случится рандом и получится какая-то другая лягушка. И я на это очень надеюсь. О, по-моему, их там две. Или это какой-то мутант у нас появился. Подождите-ка, ну-ка, кто же? Кто же это? Да, ули. Лягушка ули. Походу, рандом здесь не работает. Как с бабочками. Я, кстати, еще, знаешь, что забыл? Вот отсюда забрать все самое ценное. Вот так вот забираем. И тут у нас еще есть икра же. Надо ее тоже запустить в аквариум. Правда, икры больше, чем аквариумов. Поэтому придется, походу, еще аквариум. Как-то куда-то распихивать. Все, выпихиваем последние икорочки сюда. И наш аквариум готов. Я думаю, что все. Больше сюда не буду ничего толкать. Потому что места больше нет. Возвращаюсь домой, чтобы посмотреть, что у нас получилось с лягушками. Кто там у нас? Так. Зеленая какая-то лягуха. Это тоже ули. Но елки-палки. Настало время отведать нашего фасоли вареную с медом рисину. И посмотрим, как я буду мучиться от жажды. По идее, должен меньше теперь. Вот это что у нас? Необычно, неинтересно. Значит, что? Какой план-то у меня был? А, точно. Взять ингредиенты и построить фермы для лягушек. Вот здесь фермочка будет. И вот здесь. Закидываем. Вот это все. Лягушащий сюда. И вот так вот. Полянка, пляж. Получен новый чертеж. Рыбный дисплей. О, классная штука, кстати. Надо ее вот здесь вот поставить. Рыбный дисплей. Что там для него нужно вообще? Вот. Кора дерева? Только кора дерева нужна? Да сейчас, легко. Сгоняю в свой питомник. По-быстренькому. Кора дерева. Вот сюда нам надо заскочить. Беру кору. Как-то странно, да? Сейчас попробую это. Что это такое? Как это использовать? Какая-то странная маленькая штучка. Очень интересно. У меня что-то рыбы есть, да? Дисплейчик, да? Я вот сюда попробую шлепнуть. Деревянный дисплей. Вот, беру икру и запихиваю сюда. А, вот. Все понятно. Это, короче, не дисплей. Это, типа, коробки с бабочкой. В общем, это для декора. Все ясно. План выполнен на 100%. Дальше развиваться я уже не вижу смысла. Потому что лягушки у нас как бы есть. Нужно ждать обновления, чтобы дальше у нас появились уже животные. Поэтому с Planet Crafter на пока что все ждем, когда мы сможем заселить планету животными. Поэтому, если ты не хочешь пропустить следующего ролика по этой игре, когда выйдет обновление, ну или по-другой, не менее интересной, то не забудь подписаться и поставить лайк под этим видео. А на этом все. Увидимся в новом ролике. Субтитры создавал DimaTorzok